Голоса революции и дольчевита. Тихие вечеринки во дворце и шумные перформансы на перронах. Фолк-эксперименты и вечная классика. Ну, в общем, искусство объединяет. И ради него москвичи вновь пожертвовали сном. Более 350 мероприятий на 170 площадках. В Москве прошла Ночь искусств. Слово Ирине Барановой. Эта ночь точно не для сна. Таких в году немного. Ночь театров, музеев и вот ещё одна. Когда всё, что связано с искусством и красотой, доступно и открыто, несмотря на минус по Цельсию и глубокую ночь. Зайдёшь, к примеру, на Киевский вокзал, а там такое. Памятник истории 19 века. Акустика роскошная. Публика на вокзале гарантирована, причём благодарная. Коротать время в ожидании поезда под музыку модной питерской группы куда приятнее. Они изгонные русские мотивы преподносят в современных обработках, сопровождают интересным видеорядом. Главная идея этой ночи, когда не зритель идёт в искусство, а искусство идёт к нему навстречу. И постречать его можно даже на мосту. Поют буряты на Андреевском мосту с видом на Москву. Свои песни и монгольские. О степных просторах, о лошадях, о свадьбе, на которой по традиции собираются не менее 700 человек. Но лишь монгол поймёт бурята и наоборот. Их языки отличаются только диалектом. А вот москвичи слышат в этнических звуках что-то совсем другое. Я думаю, о чём-то хорошем, прекрасном. О любви, о любви однозначно. Намгар. Название коллектива переводится как «белое облако» на сценических площадках. Они выступают по всему миру. На мосту первый раз. Было так необыкновенно, восторг, потому что это такой красивый мост, и так много молодёжи и зрителей ходит. Музей Москвы как магнитом тянет сюда москвичей на блошиный рынок. Английский фарфор 18 века, столовое серебро 19-го. Украшения, которые владельцы хотят не столько продать, сколько поведать историю каждого. Режиссёр французский, который снял фильм про морских коньков, а его жена была дизайнером. И они после каждого сеанса продавали эту бижутерию. То есть она создала специальную линейку, и это до сих пор в цене. Это большая редкость. На укладку модницы начало прошлого века даже при помощи современной хитрости ушло около часа. А в те времена локоны делали вот такими щипцами. Эффективные средства для укладки? Вы знаете, да, я пробовала на себе. Эффективная. Единственная опасность то, что можно перегреть и просто сжечь. По всей ночной Москве десятки творческих встреч, лекций, дискуссий. И снова столичный вокзал в зале ожидания дают премьеру. Спектакль «Чёрное пальто» о Москве. В её жителях пассажиры вечно торопятся и сами того, не подозревая, становятся актёрами спектакля о людях в мегаполисе. Спокойно внемлет искусству только те, у кого в руках программка. Куда вы ещё собираетесь сегодня сходить? В Дом музыки. Да, на степ или на орган. Отличный выбор. Там до утра принимают гостей сразу два зала. В одном известная музыкант Людмила Голубь открывает тайны органа, а рядом виртуозный танцор. Единственный в мире исполнитель степа на руках. Надо попробовать то же самое сделать на руках. Почему бы нет? Потому что, ну, как бы я такого не видел, думал, наверное, это будет что-то новое. Я, кстати, не ошибся. Зал центра современного танца не умещал всех желающих. Там лабонотация. Звучит страшно на деле искусство. По методу знаменитого хореографа Рудольфа фон Лабана, который стал родоначальником современного танца в 1928 году. Попробуем, что если мы двигаемся за головой, если мы двигаемся за грудной клеткой, если мы двигаемся за плечами. Пятая ночь искусств в Москве отгремела. Город окунулся в тишину лишь под утро. Ирина Баранова, Савелий Матюхин, Олег Литвинов, Александр Косинков. Неделя в городе.